Шестилетний пёс Ерзон помог раскрыть полицейским уже сотни дел. Это ищейка с острым обонянием. Кинолог Елена Фисенко работает с ним в тандеме уже два года. И отмечает, что это идеальный пёс. Общий язык они нашли сразу. Это не только компаньон, он как сын, скажем так, для меня. Ухаживаю, стараюсь. Это в первую очередь собака, когда обучаем при задержании, в первую очередь собака должна слышать кинолога. Если этот контакт достигнут, и при задержании собака слышит кинолога, и им управляется, то это не страшно. Ежедневно Елена и её четвероногий напарник выезжают на места преступления не менее пяти раз. При этом есть важный момент. Собака может помочь только в течение часа после происшествия. Она по горячим следам ищет нарушителя. Если находит, задерживает. Процесс задержания регулярно отрабатывают на тренировочной площадке. Пёс должен догнать и обезвредить предполагаемого нарушителя, не причинив ему при этом вредам. После отработки задержания кинолог обязательно успокаивает собаку. Щенков для оперативной работы разводят прямо в кинологическом центре. Здесь есть свой детский садик, как ласково называют его сотрудники. Когда эти малыши немного подрастут, с ними проведут занятия и протестируют, чтобы определить, для какой службы годится собака – для охраны или разыскной работы. Затем у щенков начинаются специализированные тренировки. Сейчас будет у них вторая прививка по плану. И после второй прививки уже кинологи будут разбирать, кому необходимо. Смотря под какой профиль, то есть как собачка себя ведёт при разных проверках. Может быть, собачка будет по профилю спецзапаха. Собачки все разные. Кто-то в одну стезю пойдёт, кто-то в другую. Ищейки – самый распространённый тип среди служебных собак. Например, таксы чаще всего участвуют в экспертизах, которые проходят в лабораториях кинологического центра. С места происшествия к нам поступают вещественные доказательства. Здесь как раз мы видим в данном случае пара перчаток. Для того, чтобы произвести исследование запахов следов человека, нам нужно снять с них запаховую пробу. Стирильная баночка. Сюда помещаются запахи. Сверху идёт так называемый упорник запахов следов человека. Выглядит он вот так. Внутри него находятся чистые фламелевые салфетки, на которых, собственно говоря, и будет собираться запах. Эти салфетки распределяют в сосуды. Такси дают понюхать ткань и предлагают найти вторую с аналогичным запахом. После того, как собака её находит, результат оформляют и отдают документы следователям. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Молодец. Хорошо. Видите собака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова